В столице состоялось очередное заседание Национальной комиссии по противодействию торговли людьми и принудительному труду. В фокусе внимания работа, проделанная за 6 месяцев 2022-го, достигнуты результаты в рамках международного сотрудничества в данной сфере. Подробно обсудили и планы на перспективу. На заседании были озвучены результаты работы по укреплению правовой базы по противодействию торговли людьми и принудительному труду, а также приведению ее в соответствии с международными стандартами. В частности, принято и введены в действие 8 нормативно-правых актов. Также ратифицирована конвенция Международной организации труда под номером 167 о безопасности и гигиене труда в строительстве, что служит эффективному внедрению международных стандартов в данной сфере. В Национальной комиссии был организован ряд международных мероприятий и круглых столов с целью доведения до внимания международного сообщества реформ, проводимых в нашей стране, а также повышение имиджа республики. В ходе мероприятия обсуждены ежегодные отчеты о торговле людьми в мире, опубликованные Госдепартаментом США и содержащиеся в нем рекомендации относительно вопросов, на которые Узбекистану следует обратить внимание, а также принят отдельный план мероприятий по реализации этих рекомендаций на практике. Сегодня представители многих крупных брендовых предприятий хлопково-текстильной сферы посещают нашу страну и выражают желание инвестировать в эту сферу. Наряду с этим они также дают предложение по проведению технических и производственных стандартов текстильных предприятий в соответствии с международным уровнем. В этой связи обсужден проект дорожной карты по внедрению международных технических стандартов и производственных требований в текстильную промышленность Узбекистана, разработанной национальной комиссией совместно с соответствующими министерствами и ведомствами. Подготовлен проект дорожной карты, который включал в себя четыре основных направления. Первое – это создание условий достойного труда, и в этом направлении есть определенные международные стандарты, которые будут внедряться. Второе направление – это экологическое направление или защита окружающей среды. Мы будем внедрять международные стандарты в этом направлении. Третье большое направление – это использование или внедрение циркулярной экономики, то есть использование отходов текстильного производства обратно в производство. Четвертое направление – это обеспечение прозрачности и прослеживаемости производства нашей продукции. На заседании также заслушана информация Министерства внутренних дел, возглавляющего в составе Национальной комиссии под комиссию по противодействию торговли людьми, и Министерства занятости и трудовых отношений, возглавляющего под комиссию по противодействию принудительному труду. По обсужденным вопросам принято соответствующее решение Национальной комиссии и определены предстоящие задачи.